Чуть-чуть нам, да, вот так. Все, я это сделала. Так, ты жира. Это всего лишь макет легендарного автомата. Михаил Калашников, 17-й ребенок в семье и первый человек, который сумел вооружить всю планету. Армии 55 стран мира приняли на вооружение его автомат. Говорят, в конце жизни Михаил Тимофеевич очень переживал, представляя, сколько человек было убито из оружия, которое он создал. На открытие выставки в Краеведческий музей даже приехала дочь легендарного конструктора Елена Калашникова. Такое чувство, я стою и как будто он тоже дышит, потому что все вот эти фотографии вот так ходят, и как будто он тоже вместе вот с этими фотографиями дышит, это все дышит. Уникальные фотографии, галстуки из личной коллекции. Конечно, главная страсть Калашникова – оружие. Все эти сувениры, подаренные Михаилу Тимофеевичу, президентами разных стран, генералами и рядовыми солдатами, которым автомат Калашникова, возможно, спас жизнь в бою. Увидеть экспонаты своими глазами можно до 1 декабря. Мы увидели, ну, реклама была. Я говорю, конечно, надо сходить. Столько, много всего, ну, очень интересно. В этом году великому оружейнику исполнилось бы 100 лет. К этому событию Центробанк даже выпустил серию монет с изображением Калашникова – тираж 3000 монет. А вот сам день рождения оружейника отметят с размахом в эту пятницу на его малой родине в селе Курья. После реставрации в селе откроют храм Пресвятой Богородицы, в котором крестили маленького Калашникова. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.